Марк Уолберг принес официальное извинение за свое неосторожное высказывание о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В одном из интервью актер намекнул, что если бы он тогда находился на борту одного из самолетов, ему удалось бы изменить ситуацию и спасти людей. Вдова одного из погибших пассажиров назвала этот комментарий неуважительным. Уолберг согласился. «Предположить, что я сделал бы что-то другое, чего не сделали пассажиры того рейса, было просто безответственно». Брюс Спрингстин выпускает новый альбом 6 марта. «Реккенбол» будет 17-м альбомом рокера и первым релизом после того, как в прошлом году умер саксофонист группы «E-Street» Кларенс Клеммонс. Медиа-корпорация Руперта Мердека согласилась выплатить компенсации по 37 искам от людей, телефоны которых прослушивали журналисты ныне закрытого издания News of the World. В числе получивших компенсацию актер Джут Лоу, который получил от Мердека 200 тысяч долларов. Только по 15 искам выплаты составили 1 миллион долларов. Национальная ассоциация «Содействие прогрессу цветного населения» выдвинула фильм «Прислуга» на 7 номинаций, включая категорию «Выдающийся фильм». Церемония вручения пройдет в NBC 17 февраля. Наконец, кинофестиваль «Сандэнс» открылся показом четырех фильмов. Независимый фестиваль, который проходит ежегодно в штате Юта, был основан актером Робертом Редфордом в 1978 году. В этом году для показа на фестивале из более 9 тысяч заявок было отобрано 200 фильмов. Показ их продлится 11 дней. Редактор субтитров А.Семкин